Пушкинская карта номиналом 5000 рублей доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Ей можно оплатить билеты в театр, на экскурсии, выставки и другие культурные мероприятия. Так, по Пушкинской карте, школьники нашего городского округа посетили спектакль «Ревизор» по одноименной комедии Гоголя в Центральном доме культуры. На сцене выступили актеры Московского музыкального драматического театра «Айя». Тем, кто читал произведения давно, напомним, что события происходят в небольшом уездном городке. Городничи собирают чиновников и сообщают им пренеприятные известия. В город приезжает «Ревизор» с секретным предписанием. Я пригласил вас, господа, с тем, что сообщает пренеприятные известия. Нам есть «Ревизор». Ревизор. Как? Ревизор. Добчинский и Бобчинский обнаруживают в гостинице некого человека с фамилией Хлистаков, которого они принимают за «Ревизора». Молодой человек чувствует повышенное внимание к своей персоне и решает воспользоваться сложившейся ситуацией. Вымогает у чиновников крупные денежные суммы под видом взяток, а потом уезжает. Вслед за ним в город приезжает настоящий «Ревизор». Спектакль «Ревизор» решили перечитать в духе Хлистакова, с легкостью необыкновенной, и не просто прочитать, а спеть, превратив в хрестоматийные монологи и диалоги, в ироничные песни. Почему никто и ничего, и ответ он про него, попросим кого-то, про лиц его. И претер от него, нет никого, нет никого, тоже давно кто-то знает, зачем он. Спектакль мне очень нравится, актеры мне очень нравятся, особенно главный герой. Мне тоже очень понравилось произведение, спектакль тоже, ну, похоже, как рассказ, и все прям хорошо, актеры веселые, все нравится. Беспощадная сатира, искрометный юмор и яркие характеры героев не оставили зрителей равнодушными. Репертуар интересный, как раз это школьная программа восьмого класса, и я считаю, что это необходимо для всех учеников, которые посещают школу, обучаются, необходимо посещать такое мероприятие. Я считаю, что, во-первых, интересная игра актеров, и, в общем-то, больше музыкальности, музыкальное произведение больше здесь присутствует. И я считаю, что, в общем-то, да, соответствие идет с произведением и непосредственно то, что на сцене происходит. По Пушкинской карте можно посмотреть и другие спектакли в Центральном доме культуры. Принять участие в государственной программе просто. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги, установить мобильное приложение Госуслуги культуры и получить Пушкинскую карту, виртуальную или пластиковую карту платежной системы МИР. Далее через приложение выбрать понравившееся мероприятие из афиши и приобрести билет. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.